Величайся, святая праведная, Старицы Матрону, И чтим святую память твою, Ты, Боже, и он нас, Христа Бога, Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Завтра Святая Церковь празднует память Святой Матроны Московской, очень близкой к нам по времени Святой. Я знаю одного человека, который знал другого, а тот уже непосредственно общался с Матроной Московской. То есть вот эта вот совсем близкая по времени к нам святая. И хотя она была похоронена на кладбище в Москве, недалеко от храма, Духовая Церковь называлась, вот, уже к ее могиле было большое паломничество. Есть такая русская пословица, к пустому колодцу за водой не ходят. Ну, действительно, надо быть сильно сумасшедшим, что если к высушему колодцу ходить за водой. Зачем люди ходили? Хотя она, как это теперь модно говорить, официально еще не была прославлена. Но народ уже знал, что этот человек святой, и можно к ней обращаться к молитвам. Ну, и народ вообще-то обычно не очень даже спрашивает. Можно, нельзя? Тут другой фактор имеет, ну, такое значение. Это реальный опыт. Человек на могилке ее помолился, не успел до дома дойти, а уже все то, о чем просил, произошло. Ну вот, а когда ее прославили уже как святую, то просто больше народу узнал. И решила, решили ее могилку открыть, мощь перенести в монастырь, выбрать для этого Покровский монастырь. И, конечно, он из-за ее молитвы и от паломников стал процветать, что происходит и до сих пор. Сама ее жизнь очень удивительна. Совершенно больной человек. Полностью обезноженный. То есть она не могла ходить. И еще к тому же слепая. Казалось бы, ну, мало такой болезни, чтобы нет никакой возможности вообще никуда дойти, дальше своей кровати некуда. А тут еще слепота. Слепота прямо с самого рождения. И, как предание говорит, мать ее была такая, человеком верующим, ну, я не знаю, врать не буду. Она, ну, как все женщины, в Советском Союзе работали, иначе не проживешь. Это в раннее время один мужик мог и жену прокормить, и 10 детей. Это все кончилось после 17-го года. Вот. И мать, ну, куда девать младенца, да еще инвалида. Она брала такую сумочку, приносила в церковь и ставила. И она там стояла, ждала, пока мать придет, она брала, забирала домой, и там ее и кормила. Все. И вот ее вся школа, все ее образование, это было только от клиросного пения и чтения. Ну, вот, бывает так, что, ну, как бы дети бунтуют, из церкви уходят, так сказать, начинают все отрицать, а она, наоборот, впитывала. Так вот случилось, открылась ее душа. Вот. И что делать больному человеку? Только исполнять слова апостола Павла. «Непрестанно молитесь, за все благодарите и всегда радуйтесь». И вот она такая была. Все радовалось, непрестанно молилось и за все благодарите. И вот, когда она стала подрастать, тоже как-то заметили люди, что вот и обращались к нему. А в России всегда таких людей, тяжело болящих, называли убогими, как у людей, находящихся у Бога. Действительно, иногда люди говорят, ну, почему такие с возмущением, дети болеют, ну, как для чего? Чтобы стать убогими. Потому что без таких людей мир стоять не может. Потому что им даны такие дары. Вот нам мальчика возят на колясочке, видели, каждый воскресенье причащается с детства, а мальчику уже около 40 лет. А я же помню его совсем на ручках носили. Вот. Все на моих глазах, ну, можно сказать, в мужчину превратилось. Но он все как ангел. Речи у него нет, но очень умный. Когда он в нашей гимназии учился, он английский язык выучил. А говорить не может. Но как он молится, ни один из нас так не молится, как он. Можно сказать, дай Бог каждому. Вот для того, чтобы среди нас жили такие люди, Господь избирает себе убогих. И дает он заболевания, в результате которого он приобретает такие дары благодати Божией, которые ни один из нас никогда не получит. Причем получает даром. Что для этого надо? Только терпение и смирение. И я вот всю его как бы биографию, написанную в его исповедях, знаю знаю с самого детского возраста, как меняется. Хотя пишет за нее мать, а он только указывает пальчиком на букву, которая будет в слове. А сам писать, конечно, не может. Всего парень лишен. Ну, кроме слуха и зрения. А так даже тельцем своим изуродованным детским церебральным парлячом он не может. Вот. И еще одну знал такую женщину. Она то умерла около 40 лет. на Головинском кладбище похоронена. Недалеко тут от нас. Я когда еду мимо этого кладбища, всегда ее вспоминаю. Звали Наташенька. Ее даже Наташенька никто не звал. Просто удивление такое. У нее был диагноз миостыния. Это когда все мышцы не работают. Не только руки, ноги, но даже легкие. То есть она не могла дышать. И ей такой специальный аппарат, вот как две вот эти тумбочки, качал воздух в легкие. Вот. У нее шланг был сюда, вставлялся. Она жила так вот еле-еле говорила. но я никогда не видел не улыбающейся. Такое ощущение, что она была самая счастливая на земле. Человек тридцать священников, и среди них и я оказался в этой очереди, ходили ее причащать. и вот она тоже. У нее ручка только одна двигалась, и то только в районе подбородка. Но ложку держать не могла, но могла перекреститься. А так вот вся стенка над ее кроваткой, я вот прям как будто вот прям сейчас вижу. Жила она в химках, вот, и я в эти химки ездил, даже помню дом, где она живет, вот, и с некоторыми священниками там даже встречались, вот, некоторые уже очень шибко составились, давно это было, вот, ну, конечно, удивительно. И вот тоже просили у нее молитв. из-за всех тех, кто за ней ухаживал, помогал ей жить. Жить ей было очень трудно физически, потому что ее надо было кормить, ну, и помыть, и все, и, в общем, две женщины управлялись наперебой. Я даже не спрашивал, кто их благословил там, или как они друг друга находят, но вот они обеспечили Наташеньке жизнь. Она тоже была такая убогая. И вот прожила такую счастливую жизнь. Ну, потому что человек, который всегда улыбается, ну, это же счастье. Умерла она. А чего? Ну, как, а чего? А тут душ возник полип там в этом дыхательном пути. И она стала задыхаться. Аппарат, который ей помогал дышать, он, конечно, был еще допотопный, сейчас уже, конечно, гораздо более эффективный. Я уже в более поздние времена встречал, но вот Наташенька умерла еще мученической смертью. Вот я уверен, что если прийти на ее могилу помолиться, такой же будет результат. Вот так святые люди, как Матрона Московского, Московского, они всегда живут среди нас. И каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда мы можем вступить в какое-то общение. Я считаю, что реальное знакомство с Наташенькой и с тем человеком, который рассказывал мне про Матрону Московскую. Поэтому у меня очень такое живое впечатление об этой святой наших дней. И она тоже, помимо таких тяжелых болезней, вот как это интересно, как Наташенька испытала мученическую смерть, так вот Матрона Московская испытала настоящие гонения. Ее даже и в тюрьму забирали. Ну, можете представить? Вот. Ну, большевики это совершенно такая, ну, бессовестная публика. Они это не люди. Вот. Они и стариков расстреливали, и детей. И вот она сподобилась не только терпеть болезни, но еще, еще, как вот и апостол Петр. Сколько трудов понес ради церкви. И нет, заключение распяли на кресте. И вот Господь хочет, чтобы мы, душа наша была, как у ангелов. и вот эти убогие люди, они ангелы, еще при жизни. Их Господь слышит, Господь считает их своими. Он обязательно исполняет то, о чем они просят. Их сердечко все время занято молитвой. И, как правило, они настоящие христиане. Вот. Поэтому так народ и возлюбил Матрону Московскую. Наверное, нет такого храма, где бы не было иконочки ее. Так что я очень рад, что вы и в этот день пришли ее прославить. Очень рад, что мой день рождения совпал с днем обретения ее мощей. Это вообще такая радость, как говорится, ну, такой знак очень для меня важный и драгоценный. Спасибо все, Господи. До завтра. Завтра служба в 8 часов. Спасибо, Господи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.